Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Это будет шоппинг-влог. Сегодня мы с вами отправляемся в торговый центр, чтобы рассмотреть новые коллекции, чтобы попримерять какие-то трендовые вещи, посмотреть, что актуально. Возможно, мы найдем что-то стильненькое и вообще просто для настроения, чтобы развеяться. Так что мы с вами, как настоящие виртуальные подруги, идем на шоппинг. Так, что у нас здесь? Обычно в H&M при входе вывешивают самые горячие новинки, также какие-то трендовые вещи. И пусть не все они будут супер-классными, но можно что-то хорошее отыскать. Сейчас модно носить жилетку поверх рубашки, но то, что они выбрали вот в комплекте, мне как-то не очень. В H&M бывают очень неплохие брюки из эко-кожи, разных фасонов. И в цвете хаки я еще, кстати, нигде не встречала, и видите, что материал не блестит, то есть не смотрится дешево. Между прочим, брючки есть еще и в красивом бежево-сером оттенке. Он в жизни холоднее, чем вы сейчас видите на экране. Обязательно отыщу для вас ссылочку. Коллекцию H&M я уже просматривала онлайн. Есть очень много таких рубашка, бомбера, курток. И некоторые из них очень тоненькие, без подкладки. Та, которая мне понравилась больше всего по расцветке, именно такая. Но есть и вот с подкладочкой, конечно, это не вариант именно куртки, да, на холодную осень. Но поверх спортивного костюма, а именно так я собираюсь носить, я бы хотела найти прям свой идеальный вариант. У меня же по плану найти толстовку в таком же цвете, к вот этим спортивным штанам из H&M. Они суперкрутые, я вам покажу их чуточку позже. Но с кофтой я прогадала, они отличаются по цвету. Отправляюсь на поиски. Толстовок навалом, но почему-то к брюкам в таком же цвете не сделали. Я заказывала онлайн вот такую с белыми шнурочками, она без замка. Кстати, по качеству мне нравится, наверное, придется оставить. И только я буду знать о том, что по цвету они разные. Поговорила с консультантами. Вот еще здесь другие толстовки в разных цветах. Красивенные, пастельные, более цветные оттенки найдете онлайн. И даже консультант сказала, что онлайн гораздо лучше выбор. Для тех, кто не любит ждать, в H&M всегда можно откопать какую-то бижутерию, да. Она не супердолго служит, но зато выглядит интересно. И в сочетании с какими-то более качественными вещами смотрятся очень-очень даже. Мои любимые базовые футболки. Я себе возьму ту же белую, только найду в размере XS. Очень хороший, плотный хлопок. И у меня есть они практически во всех цветах. Оставлю вам ссылку, стоят меньше 10 евро. Ну, около того. Но зато попробую еще найти настолько классную базу. Наряд у меня сегодня типа модный такой casual спорт шик. Во всяком случае, в моем понимании, это приблизительно такой стиль. Я знаю, что это не всем понравится сочетание классики, какой-то строгости со спортивными брюками. Но мне как-то так зашло, скажем так. И я померила. Это очень удобно. Мне кажется, что это очень стильно. Жакет у меня из Mango Top. Это мой несменный помощник в шоппинге. И спортивные штаны. Мне хотелось объемные спортивки. И чтобы они были именно такого серого цвета, из плотного материала. Но я немножко прогадала с размером. Так как поснимала этикетки, решила оставить. Тоже H&M. Видите, они такие прям мешкообразные. Ну, я люблю такие вещи. На прогулку с собакой куда-то там, с детьми. Вы знаете, что мы много входим. Если не знаете, то как бы вот. И кеды у меня из Massimo Dutti. Это все актуальная коллекция. Я буду более подробно рассказывать о каждой вещи в видео о покупках на осень. А это так, закусочка. Скажите, кстати, вы носили бы такое или нет? Ну, и, конечно, ссылки, как вы знаете, в инфобоксе он всегда трещит по швам. Скажу вам так. Я посмотрела очень много вещей. И я не впечатлена. Бывают коллекции у H&M, которые вот прям заходишь, хочется все. Чаще всего у меня так с летними. Поэтому я повыбирала какие-то вещи. Сегодня мне крайне сложно было составить толковые луки. Но я постараюсь. По отдельности есть несколько очень интересных находок. Как, например, вот эти брюки. У меня есть такие в светлом цвете, даже целый костюм. И я знаю, как много раз их носила, какие они кайфовые. Поэтому я их взяла. Пусть не на осень, потому что довольно тоненький материал. Кстати, это у меня размер 36, потому что моего не было. Но я думаю, что окей, потому что оверсайз, он и в Африке оверсайз. В общем, давайте мерять. Ой, по-моему, симпатичненько получилось. Я еще буду дорабатывать саму идею. Я сначала расстроилась, что не нашла вот эти брюки в цвете тауп. Как сумка приблизительно. Помните, я вам в самом начале показывала. Это эко-кожа. И в таком варианте можно и на учебу, и на работу, если сменить обувь. И даже куда-то на прогулку в выходной день. Потому что и опрятно, и симпатично, удобно. И даже если заменить жилетку на что-то с шерстью, то будет все тепло. Я скажу вам по секрету, что у меня в гардеробе тоже будет жилетка. Я нашла целых три жилетки. Одна была с таким воротником типа стоечка. И две с своеобразным вырезом. Есть еще и гладкая. Я тоже отыщу для вас ее на сайте. Но вот это с косами смотрится как-то интереснее, что ли. Со всеми гладкими поверхностями остальными. И также я специально взяла несколько укороченную жилетку. Потому что на мне рубашка оверсайз. Еще и в размере S. Я специально такую взяла. Потому что я невысокая. И тип фигуры у меня груша. Мне кажется, что так это смотрится лучше. И еще на заметку. Грюки слегка укороченные. Но их удобнее будет носить с ботинками. И также они не слишком зауженные к низу. Я оставила свою обувь. Потому что не нашла ничего, что могло бы сюда подходить. Но можно спокойно надеть что-то на небольшом каблучке. Какие-то ботинки, как я сказала. И любую в принципе обувь, которая вам нравится. И завершающий осенний штрих это тренч. Кстати, я вот так смотрю и понимаю, что наверное моя осень пройдет под знаком удобства. И также каких-то таких нейтральных, спокойных оттенков. Ну, кто знает. У меня всегда все по настроению. И хочу вам сказать, что цвет тренча очень-очень красивый. Он практически такой же, как брюки. Единственное, что в нем нет подкладки. А так в целом длина и как это смотрится все вместе мне очень даже по душе. А вы обязательно напишите, как вам этот наряд. И в принципе, какой из показанных, из того, что я тут насобирала, вам нравится больше всего. Вот лично я вот так все комплектом носила бы. Решила померять кеды. Видела в заре что-то похожее. Но вообще все они скопировали у Прады, насколько я знаю. И это тканевые кеды на довольно толстой подошве. Кстати, очень даже удобные. У меня 38 размер. Можно еще надеть потеплее носочки. И, знаете, очень интересно выглядят на любителя, я должна сказать. Но модница ценят, я думаю. И они есть в нескольких расцветках. И это, опять же, в цвете хаки. Кстати, с этими же брюками к этому же наряду неплохо. Просите, показывайте обувь и сбоку. Слушаю и повинуюсь. Вот так. Они немножко увеличивают ногу, но в принципе, я думаю, что не стоит по этому поводу заморачиваться. Так проще жить. К моему гардеробу они все же не подходят. Но, если вы искали нечто такое, то знайте, что в H&M есть бюджетный вариант. Ну, а мы с вами продолжаем. Продолжаем. Это то, в чем я могла бы выйти, пойти, вообще, каждый день это носить. Это то, что срабатывает у меня на ура, что выручает во всех ситуациях. Футболка, которую я вам показывала, она идет со мной. Кстати, осталась только S, а дальше уже только XL. Но, в принципе, она только по длине, по-моему, отличается, потому что они довольно широкие. И в рукаве, я здесь, потому что я запихала сюда в руки, все лишнее, добавила в подвеску, очень нежную. Но они здорово смотрятся, так стильненько. Сразу, знаете, всплывают какие-то флешбеки из Инстаграма, из Пинтереста. Жакет, конечно, бомбический. Я вот сейчас смотрю на него и понимаю, что это была удачная покупка. Они только появились в коллекции Mango. Поэтому, если вы искали из такой плотной ткани, то присмотритесь. Дальше, брюки. Брюки обалденные. Несмотря на то, что они вот такие легенькие, я смогу носить их и зимой. Можно надеть потеплее колготки, если хотите. Или же оставлю на весну. Весной буду искать, их не будет. Кстати, снова представлен жакет в цвете хаки, который многим из вас понравился. Показывала его весной или в начале лета. И оставила свою обувь. Сейчас я ее сменю и добавлю еще один аксессуар. И посмотрите. Как вам? Носите такое? Нет. Лично я не вылезаю из похожих луков. Меняю какие-то детали. Но в основном это вот то, без чего я в своем гардеробе обойтись реально не могу. Потому что и в первый мир, как говорится, и вот так я могла бы идти даже куда-то, не знаю, в качестве туриста гулять. У меня не устали бы ноги. При этом, знаете, комфортно, удобно, не замерзнешь. И поверх можно пальто, тренз, что хотите, или даже какую-то куртку. Пуховик вообще. Ноль вопросов. Я думаю, что брюки едут со мной. Они укороченные. И тоже буду носить их с другими ботиночками. Такой у нас с вами нарядик номер два. Смотрите, базы я оставила ту же. Кстати, я напоминаю, что я не стилист. Я абсолютный вообще любитель понаряжаться. Никакой я даже не фэшн-блогер. Но мне интересно померять. А вам интересно смотреть. Поэтому вот так и живем. Футболка, жакеты, брюки. Все то же самое. Только вместо очень нежного ожерелья я добавила что-то более такое, знаете, бросающееся в глаза. Это сейчас тоже актуально. Но если вы предпочитаете что-то потоньше, то, как видите, есть из чего выбирать. Мне такое нравится. Кстати, здорово перекликается с золотыми элементами на сумке. И также, когда мне хочется выглядеть более презентабельно, не по-спортивному, я меняю обувь на более классическую, но все же удобную. Кстати, если я не ошибаюсь, то это, возможно, даже кожа. Они такие мягкие и стоят чуть дороже, чем обычно обувь в H&M. И, кстати, очень удобная. То есть, они не жмут. И это 38 размер. И подошва, видите, такая тракторная. Я люблю такого плана обувь. И у меня она есть в нескольких цветах. Зачастую я ее снашиваю под ноль. И мне вот такой вариант наряда тоже всегда по душе. Я только за. Я для вас отыщу эту обувь. И гляньте, что за материал. Потому что, сложно мне сказать, нигде не указано. Но они такие мягенькие. И к сумочке присмотритесь, если ищете такую. Она недорогая и очень удачный цвет. Потому что хорошо, видите, даже с серым смотрится. Серая, черная. Такая тауповая гамма. С хаки, с любыми цветными вещами. Смотрите, внутри есть подкладка. Еще кармашек. И второй вот отдельно тоже на замке. Рубашка тоже хорошая. Это 100% хлопок. Без каких-то наворотов. Отпариваем. И будет нам базовое счастье в гардеробе. Тоже обратите внимание на кожаные перчатки из H&M. У меня также они есть. И здесь внутри шерстяная подкладка. Поэтому они еще и тепленькие. Я уже не раз себе покупала. Даже завезли мои любимые серьги-колечки. Я покупала на Алиэкспресс. И до сих пор считаю, что это одни из самых стильных сережек. Встрадивариусе в магазине нельзя снимать. Я что-то там буквально несколько кадров показала. Но зато в примерочной никто не запрещает. Смотрите, мне пришел в голову очень красивый. Как мне кажется, наряд многослойный. Должен быть теплым и в такой очень красивой, тоже нетипично осенней цветовой гамме. Но можно поменять, например, вот этот кремовый цвет на какой-то другой. Даже на черный тоже будет здорово. Или карамельный рубашку сменить на что-то более интересное. Или даже на светлое, например. И то же самое получится. И куртку меняем. Ну, короче говоря, просто как идею вам подкину. Но имейте в виду, что можно сочетать хоть розовый с голубым. Чего душа пожелает. Вот эти штанишки хорошие. Они у меня есть в одном цвете. Кстати, все взяла в размере S. Потому что только этот был. И все побольше. Ну, я люблю, когда свободно. Так что я не против. И тоже в Stradivarius заниженная размерная сетка. Поэтому не всегда я даже влезаю в XS. Рубашки есть в разных расцветках. А куртка из Scorzama. И она также есть в черном цвете. Если помните, у меня похожая есть из Ligio. В двух цветах. Я ее, конечно, обожаю. Еще в Stradivarius есть моднявые ботинки. Тоже в трех расцветках. А бежевые мне пока что не встречались. А вот эти сейчас везде прям выставлены. То есть на них делают большой акцент. И также черные, конечно же. И у меня 37 размер. Я уже примеряла такие. Поэтому знаю, что они чуть-чуть больше мерят. Задуманное получилось, как мне кажется. Вообще никогда бы не подумала, что я надену что-то такое. Но, видимо, насмотренность работает. На мне гольфик. Они также представлены во всевозможных расцветках. Дальше рубашка, которую я вам показывала. Куртка. Причем вот эта куртка, смотрите, она застегивается еще на замок. И также на кнопки. И чтобы надевать под нее какие-то свитера, советую вам брать на размер побольше. Дальше штанишки. Штаны тоже есть во всех размерах. Они на меня все-таки велики. Я признаюсь тоже вам, что у меня есть такие же в цвете хаки. И они у меня в размере XS сидят. Ну, эти тоже хорошо, в принципе. Но просто те и по длине классно. И как-то, не знаю, мне комфортнее в тех. Потому что, видите, они оверсайз получаются. И тоже слишком длинные. Видите, я уже пыталась их как-то подворачивать. Ну, короче, не суть. И вот эти кремовые ботиночки, они, конечно, очень стильные. Что вам сказать? Я, наверное, буду вылавливать их на распродаже. Потому что у меня есть две пары обуви в таком цвете. И, в общем, нужно губу закатать немножко. Наряд мне нравится. И, причем, очень-очень он еще и теплый. Так что, если вы любите многослойность, если хотите померить что-то необычное. Причем можно, так как я вам сказала, не обязательно выбирать такой светлый цвет. Брючки есть в разных-разных расцветках. Ну, и было бы здорово, если бы они были чуть короче. Это нужно мне размере. Вот хотя потом в бедрах они сидят плотнее. Поэтому тут уже, блин, ширину выросла. А, блин, ну нет. Высоту, точнее. Я бы забрала его домой. Такой он вкусный, можно сказать. Вкусный. Ну, а теперь зайдем в Манго. Ох, как же мне нравятся брюки Палаццо. Но я понимаю, что это вообще не мой вариант. Я так редко их надеваю. Но на высоких девушках это смотрится волшебно. Так, вот эти лунные сумочки сразу привлекли мое внимание. Очень достойно смотрятся. Видите, здесь также есть жилетки. Они будут во всех возможных вариациях. Но сочетание голубых джинсов и белой рубашки, и также вот этого жилета в цвете camel, мне кажется, это восторг. Это всегда будет попадание в яблочко. А вот насчет жилетки, ну, не для меня. Прикольно, моя дубленка из Аутлета уже второй раз продается в актуальной коллекции. Как так? Необычный цвет, и мне сейчас как-то очень нравятся мягкие сумки. Можно носить и на плече, и в виде клатча. Хотела все-таки померить гусиную лапку. Не знаю, почему-то она меня привлекает сегодня. Джинсы интересные нашла. Удачная расцветка. И тоже трендовая модель. Я надеюсь, что в талии я застегнусь. И посмотрите, футболка. Да? Видите разницу? Сейчас скажу по цене. Материал капец. Вот наденешь такую, и сразу будет казаться, что нужно со своим телом что-то срочно делать. И, между прочим, она дороже, чем в H&M. И целом интересный ремень. Была только М-ка. Но я люблю ремни закручивать, поэтому попытаемся что-то с этим сделать. И также нашла интересную сумочку. Тоже типа багет, которая носится буквально там подмышкой. Она, видите, такая без каких-то выдумок. Есть только вот такие стильные заклепки на ней. И даже в вечерних образах где-то будет смотреться интересно. Белая футболка меня добила. Я не стала ее надевать даже чисто ради примерки. Поэтому осталась в своем топе. Но имейте в виду, что сюда, конечно же, на осень. В идеале, как минимум, белая футболка. А дальше поверх можно надеть даже объемную куртку теплую. И это такой чуть-чуть молодежный лук. Но такое тоже нужно. То куда-то в поездку. То, в принципе, даже по городу люди так ходят. Не знаю, замечали вы или нет. Но у нас крайне редко можно встретить кого-то там в платьице. Тем более на каблуках. Рубашка очень даже прикольная. И очки стильные. Кстати, с более качественными стеклами. Где можно найти такие. У кого они скопировали. Просветите меня, пожалуйста. И спортивные штаны. Наверное, это вообще мой мастхэл на этот сезон. Как-то я так за уют. Кеды мои. И я должна сказать, что у манго иногда бывают и кожаные, и не кожаные. И сумка типа багет. Часто такого плана сумки и мою фенди, да, я видела, тоже носят со спортивными нарядами. И только супер элегантными. Вот такой у нас немножко хулиганский первый наряд из манго. Когда вам будет казаться, что мне идет все, просто вспомните этот наряд. Вообще, все совершенно не моя история. Во-первых, свитер. Даже по сравнению с предыдущей рубашкой, вот как-то неприятно ощущается. Хотя обе вещи выполнены из ненатуральных материалов. И фасон тоже не мой. Я пыталась его как-то заправить, но это не особо меня спасло. Но сочетание джинса красного цвета и вот такой классической гусиной лапки мне очень пришлось по душе. Я обязательно буду пытаться составить что-то из своего гардероба. Джинсы то ли не из-за материала, то ли вообще непонятно из-за чего. Вот хоть они не сильно в облипку на самом деле, причем они как-то не тянутся, да, но смотрятся они на мне так, как будто я еле сюда втиснулась. Хотя вот даже сзади все свободненько. Наверное, из-за материала, который не настолько плотный, как нравится лично мне. Ну, на мне это просто лучше сидит. Я вот так смотрю, потому что я придираюсь. Короче, бывают модели поудачнее для меня. Не смогла я закрутить как-то ремень, потому что тут всякие заклепки, ну, чтобы никто ничего не украл, вот эти штуки. Поэтому пусть будет так. И сюда эта обувь вообще не подходит. Хотя на другие девчонках видела, и так красиво это смотрелось. У меня вообще как из какой-то деревни. Поэтому обязательно нужно что-то другое. И материал джинсов не мой. Может быть, как-то с лодочками смотрелось более привлекательно, но я как-то настолько, знаете, прям нет. Снимите это немедленно. Но сумка у меня есть красная, джинсы у меня тоже хозяйственные идутся. А гусиную лапку я буду для себя присматривать. Красивое сочетание. Очень интересный, женственный, современный кэжуал получается. Наведаемся в Зару, посмотрим, что они нам привезли. И когда думаешь, что уже видела все, тут Зара тебя просто удивляет. Кстати, снова такие ботиночки похожие, точнее, как у меня были. Только те чуть темнее. Кстати, я обожала наряжаться на работу. Многие говорят, что вот как можно носить все эти рубашки и платьица. А мне было прям в удовольствие. В нашей зале все какое-то такое чуть ли не домашнее, очень уютное, комфортное. И это тоже прослеживается во многих магазинах. Костюм на самом деле интересный. Но я бы добавила как минимум большие очки или какие-то интересные аксессуары, чтобы он заиграл. Вот в очках получится как образ звезды. Но меня волнует еще кое-что. Это размер S. Вы знаете, что я невысокая. Кстати, мне кажется, что этот костюм стройнит, но у меня с ним другая проблема. Кто-то может мне объяснить, что автор имел в виду. Потому что я что-то без 100 грамм не могу разобраться. Смотрите, при моем росте длина и не туда, и не сюда. Как это должно было быть? Может, это кюлоты, потому что S самый маленький размер. И на мне все это дело сидит довольно свободно. Но я уже подтянула, брюки выше некуда. Если опустить, то все равно получается какая-то ерунда. Ну вот, не знаю, что они хотели сделать. Наверное, это на высоких девчонок, и тогда получается как кюлоты. Кстати, с сапогами тоже очень интересно. Сюда на шею что-то можно добавить. Вот, кстати, видите, топ снова меня выручил. Топ из Страдивариуса, и у них сейчас есть похожие в разных цветах. И бежевые тоже из Зары красивые есть, из плотной ткани. Недавно вам показывала. А так, кстати, ткань не теплая, понятное дело. Но, тем не менее, она не будет скатываться. У меня что-то есть из такого же материала, из Зары. И оно не катается. Поэтому, вот это так задача. Потому что, с одной стороны, мне это все нравится. Очень красивый цвет. Можно еще с замшевыми сапогами, да. Вот, смотрите, если бы было покороче... Я даже в кюлотах так ходила. Ну, с моим метром в прыжке я не поняла, как должно быть. Поэтому не для меня костюмчик Зара шила. Все остальное, что я приносила в первый раз, меня аж разозлило. Я не стала снимать. Вообще, ничего не понравилось. Ходила я по магазину и набрела на пальто в качестве премиум. Очень красивый карамельный цвет. Написано, что это итальянское качество премиум. Также отшивается в Италии. Нарисованы овечки. Значит, наверное, здесь какой-то получше состав. Кстати, я думала, что цена будет какой-то космической. Но вполне себе в стиле Зары. Раньше они продавали пальто по таким же ценам, только полностью синтетические. Я посмотрю и потом вам скажу. Мне сегодня в Заре не ведет. Вроде что стою, выбираю, но все равно что-то не то. Хотела рубашку, которая будет просто классическая и будет застегиваться до самого конца. Но нет, здесь нет пуговок. Короче, дальше я взяла жилетку с плечиками. Думала, такая стильненькая, прикольная. Надеваю, полный ужас, поэтому набросила пальто. Зато джинсы крутые. Сейчас покажу. Возвращаюсь к вам с информацией о пальто. Здесь 75% шерсти. И здесь нет подплечиков. Это вот так все стоит, потому что подплечики есть в этой жилетке. Значит, смотрите, у меня размер XS и, ну, я люблю такую длину. Просто обычное классическое пальто-халат с карманами. Как там сзади? Вот так это сделано. Ну, то есть, мне кажется, что при том, что раньше Зара отшивала синтетику 100% в космических сценах, очень даже ничего. Причем вот такой наряд, опять же, с кедами мне очень даже нравится. Я взяла и другую обувь, но что-то тоже с ней не так. Зато джинсики очень классные. Это джинсы Manfit. Причем они из такого, знаете, прям олдскульного материала. Левайз джинсы из такого продаются прям суперплотные. И сейчас они сидят, ну, не так, чтобы прям сильно как-то в обливку. Ну, на попе, да? Все, ну, здесь будет свободнее однозначно, потому что они растягиваются спустя несколько часов после того, как начинаешь их носить. Очень красивая голубая расцветка. Мне с Camel очень нравится, с серым цветом, с каким угодно. И я их немножечко подвернула, хотя длина у них такая, как надо. Просто я люблю, когда у меня немного видны ноги. Тогда понятно, что у меня не просто, знаете, как столбы ноги, есть там какая-то форма с любой сумкой, с рюкзачком. Вот эту рубашку и воротничек прям хочется усмирить, но это не получится. Ну, в общем, я заказала жилетку и надеюсь, что с ней у меня не будет никаких приключений. Джинсы... Вот попробую еще найти такие классные джинсера. У меня в 34-м размере, но, как видите, они не супер маленькие, они наоборот довольно объемные, и цена у них очень-очень доступная. По сравнению с теми из манго, которые я примеряла, эти просто супер-супер удачные, и пальто, удивительно, никогда Заре ничего такого не видела, поэтому интересно было даже самой померять, что за чудо такое шерстяное. А из хороших новостей, в нашей Сифоре наконец-то появился Тарт. Правда, я не очень дружу с их консилером, он там сбоку. Для меня он сильно сушит область под глазами, но я знаю, что многие его очень любят и не готовы променять ни на что другое. У меня также были румяна, еще там какой-то корректор, но это было давно. Я уже в машине, буду ехать домой к своей семье. Если вам нравятся виртуальные шоппинги, то не забывайте поставить пальчик вверх. Я кое-что приобрела, но, честно говоря, меня как-то пока что не впечатлил ассортимент, и такое впечатление, что у нас просто-напросто еще не успели привезти всю коллекцию. Я думаю, что какие-то интересные и стоящие, что самое главное, вещи будут появляться чуточку позже. Мне сегодня было так не слишком просто составить наряды в каждом магазине, потому что я обычно совмещаю, миксую все из разных мест, и тогда получается здорово. Где-то мне больше нравится обувь, где-то мне больше нравятся спортивные вещи, где-то получше сумки и так далее. Поэтому вы так со скидкой относитесь к каждому образу. Просто такие ролики снимаются для вдохновения, для того, чтобы как-то там развеяться, и так же, чтобы люди, которые не имеют доступа к стационарным магазинам или в ваших стационарных магазинах это, например, не продается, вы только онлайн видите на моделях, чтобы можно было посмотреть, как это сидит на реальном человеке. И даже иногда смотришь на манекен в стационарном магазине, и думаешь, сейчас как найдем, я буду королевой. А на самом деле так не происходит. В резервт вообще очень-очень странные вещи. Помимо спортивного костюма одного лавандового цвета мне вообще ничего не понравилось. Но я думаю, что о таких удобных вещах, а тем более о спортивных костюмах мы сегодня с вами наговорились. Поэтому не стала даже доставать камеру. Также во всех магазинах приблизительно одно и то же. Многие бренды идут в сторону комфорта, и очень-очень много базовых вещей. Тоже если есть какие-то там жакеты, то они приблизительно такие, как мой черный. И еще я должна сказать, что, например, в нашей Заре вообще не было ни одной, ни одной пары лодочек. Ни одной. Я еще такого не видела. Наверное, у них где-то там на складах, даже в магазине это все лежит. Если надо, то они могли бы поискать и что-то там принести. Такие дела. Напишите, что вам больше всего понравилось. Мне понравились джинсы из Зары. Мне понравились наряды, которые я составила в H&M. Также онлайн у них очень классная коллекция. В Страдивариусе. Такой необычный многослойный лук. Но в нем будет и тепло, и комфортно, и выглядит это стильно. Также, что я там вот... То, что я нахваливала, короче говоря, то и я бы купила. А то, что мне как-то не понравилось, как сидит или по качеству, ну, это и так было понятно. Массимо Дутти. Очень-очень красивая обувь в этом году. И я вам покажу уже в следующем видео, что там действительно есть классного и как это может выглядеть в сочетании с другими вещами. На этом у меня все. Спасибо, что вы сегодня были со мной. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.